Михаил Зощенко. Неувязка. Новый быт наступает, а многие родители еще и за ум не схватились. Многие родители еще называют своих детишек Коля, Петя, Андрюша и так далее. А через 20 лет, когда, можно сказать, засияет жизнь, такие мещанские названия, как Петя, будут прямоубийственны. Безусловно, другие родители и рады бы сейчас давать новые имена. Да знаете, выбору маловато. Раз-два и обчелся. Да и неувязка может произойти, как у моих знакомых. У моих знакомых в том сезоне родился мальчик. Родители, люди очень такие, что ли, передовые, обрадовались. Ага, говорят, уж в этом случае мы будем на высоте положения. Уж мы дадим ему настоящее название. Это будет не какой-нибудь Петя. Начали они думать, как назвать. Два дня думали и глядели в календари. На третий прямо захворали. Не могут придумать подходящего красивого названия. Вдруг приходит ихний сосед. Да вы, говорит, откройте любой политсловарь и хватайте оттуда какую-нибудь выдающуюся фамилию и называйте этой фамилией свою невинную кровку. Развернули родители словарь. Словарь впоследствии оказался походным политсловарем. Видят симпатичное, красивое фамилия Жорес. Читают. Вождь социалистического движения во Франции. Предательски убит из-за угла. Думают подходящее. Пущай, мальчик, будет Жорес. В честь героя Жореса. Ура! И назвали своего мальчика этим именем. Зарегистрировали его, конечно, и стали называть Жоря. Вдруг приходят к ним гости. И, между прочим, братишка жены, комсомолец Паша К.О.Ф. Паша говорит. Да, говорит, имечка вы дали довольно странное, если не сказать больше. И сам усмехается. А что говорят? Да как же, говорит. Жорес, говорит. Хотя и был социалистом, но он был врагом коммунизма. Он деятель второго интернационала. Он вроде как меньшевик. Ну и дали вы имечка. Поздравляю, милые родители. Тут родители растерялись, развернули словарь. Социалист. На Пашку поглядят. Пашка усмехается. Начали родители огорчаться. Начали ахать и за мальчика своего хвататься. Мамаша говорит. Это такая неувязка произошла. Хорошо, что сын маленький. А то бы ему неловко было такое меньшевистское название иметь. Отец говорит. Надо завтра побежать в ЗАГС. Поменять имя. Пущай назовем хотя бы Магний. И значит, на другой день побежала мамаша со своим младенцем в ЗАГС. Так и так говорит. Будьте любезны. А то прямо скандал. Там ей отвечают. Очень, говорят, печально. Но, говорят, по закону запрещается менять имена и фамилии до 18 лет. Пущай ваш мальчик зайдет через 17 лет в понедельник. От двух до трех. Тогда будет можно. Так и не разрешили. А родители убиваются, хоть и не теряют надежды. А надежды терять не надо. Надо полагать, что какая-нибудь крупная инстанция все же разрешит это досадное недоразумение. 1930 год.